всем привет с вами комаров виталий сегодня я получил свою карту яндекс денег по-другому то называется что-то ее мани какие-то в районе сути в этом не менять вот я получу эту карту я расскажу почему я заказал сколько мне обошла и что пришло покажу вам ее расскажу что сейчас должно быть в конверте раскрывая вас при вас самому интересно что он такой ну конечно же многие знают что я веду свой канал youtube но я веду не только канал youtube у меня еще есть яндекс дзен я там как автор тоже у меня монетизированные вот сезон как говорится зимний пошел я точно каким-то теке писать может быть что-то я буду завет на этом зарабатывать так и еще я недавно создал канал на яндекс эфире а тут тоже будет идти какая-то надеюсь прибыль в скором времени естественно это удобнее получать все это на яндекс карту кстати вот такие вот наклеечки присылает как это видно я не знаю вот так вот ощущение интересная штука куда их наклеить я не знаю люблю деньги люблю деньги клей клей так что у нас еще сначала я смотрю потом уже уже говорил как говорится вам так это заявление которые я должен наверно буду о перечисление заработной платы это заявление о перечислении заработной платы вот так она выглядит то есть я могу написать заявление будет сюда заработной платы перечисляться я не работаю где-то здесь вот сама карта так ну приходит она вот так вот сама яндекс карта она тоже самое может быть как бесконтактная здесь все как положено такая карта с одной стороны и с другой стороны она вот такая вот интересная штука прикольная выглядит довольно таки плохо солидно так вот в сущности для чего я заказал я вам рассказал обошлась он есть 200 рублей 200 рублей 199 это деньги оплачиваются для того чтобы ее могли вам ее прислать вот эти и 199 рублей проходит всю индификацию индификацию можно пройти через если у вас есть как говорится сбербанк онлайн на теле на смартфоне то вы можете индификацию подтвердить и у вас все как говорится возможность этой карты откроется пополнять ее со сбербанка можно без всяких комиссий кстати карт не кредитная она дебетовая то есть она только для того чтобы легче получать деньги с яндекс цен и яндекс эфир и все не более того там какие-то еще кэшбэки есть но самое интересное конечно чтобы хотелось рассказать это общение с техподдержкой так как я веду уже семнадцатого года канал на youtube и мне приходилось довольно таки частенько обращаться в техподдержку как google так и яндексе но как бы сказать google он отвечает на говорится на ваш претензии довольно таки очень долго но реагирует они на это так как будто это какая-то катастрофа действительно какой-то бака и его нужно решать в яндекс поддержки такого наверное нет они да все молодцы все реагирует хорошо но вот как то есть вот такое вот чувство что когда у меня с карты с этой правда с оформлению карта была проблема да я ее оформлял 1650 и до 11 часов дня следующего дня вот так вот 1650 вечера до 11 часов дня то есть когда у меня перестала что-то нормально получаться у меня планка поехала нужно добиться своего я тебя закажу я тебе достану но на следующий день я это все достал ущердно я пытался ее оплатить это 1650 до 23 часов в результате я начал обращаться в поддержку сейчас я еще боролся с роботом с их ним это было что-то и так и всяк ему задаешь вопросы он тебе что-то отвечает отвечать все без луку наконец я роботу надоел и он мне предложил набрать словом оператор я набрал снова операторы со мной связался человек человек естественно посмотрев мою мои данные мою анкету он понял что перед ним сидеть к 46 лет который в интернете бум бум я ему описал проблему что мы не могу 16 часов оплатите карту чтобы елка говорится получить по почте на что он не ответил наверное у них это естественно по страничке это вниз не пробовали спускаться там есть такая кнопка но что ему сказал что 1650 до 11 часов вечера я там где тут не лазил куда и только там не залазил что и там только не нажимал это был без толку но где-то в первом часу ночью мне ответил так быстро это проблем решить не можем короче ждите ответ на следующий день в 11 часов я наконец-то проплатил эту карту вот эту самую карту я и проплатил еще я ее жду 17 часов приходит письмо с поддержки и на меня а вы заплатили за карта так вот вот у меня создалось такое ощущение что они вот сидели смотрели получится у этого дурака оплатить карты или нет получилось в результате я сейчас например даже не знаю ушел ли этот бак с это с этого кошелька или нет как там что есть я буду еще заказывать вот такую карту например вторую карту придется ли мне еще так вот сидеть сутки чтобы ее заполнить или нет вообще техподдержка вот иностранных сайтов и от наших она довольно таки отличается да они вроде бы все делают как положено все делают хорошо но вот отличие например в гугл если ты туда обращаешься в поддержку это значит какой-то произошел баг и он может произойти не только у тебя это происходит может произойти у всех это катастрофа и они начинают это все решать если происходит баг на наших сайтах у меня лично такое вот ощущение создалось не могу оплатить вот эту карту дают на той стороне вот тебе уже прям вот так вот говорят ну нахрен она тебе нужно то как то так почему это дело происходит так я обращался в поддержку фейсбук знаете все четко все прямо это самое в гугл ты обратился по твою проблему решили тебе отписали что такой такой табак решенный все все нормально все хорошо все работает фейсбуке то же самое это частная компания то же самое обращаешься они решают твою проблему без всяких проблем учет там хотя фейсбук очень тяжело найти службу поддержки но можно а вот на российских сайтах и тут особенно крупных есть вот такая болезнь это с какими сайтами с российскими не сталкивался что в одноклассниках получили твой ответ получили сделали они там что-то не сделали это уже ты как-то не узнаешь так но вот еще раз я вам показываю яндекс ну прикольно штучки наклейки куда их только наклеить такие наклейки не знаю что ты классный карта она может прикладываться то есть она бесконтактная выглядит она симпатичная виза пробить мое имя фамилия я сегодня буду ее оформлять это не активируйте посмотрим как она дальше в работе надеюсь что он мне довольно таки здорово поможет чтобы мне не оформлять всякую ерунду это деньги например яндекс джен нужно перевести на яндекс кошелек с яндекс кошелька нужен как-то там придумать вывести на другой каши на другую карту чтобы что-то там а я здесь вот пожалуйста до 10 тысяч тут или сколько то можно вывести наличными без всяких проблем и там без комиссии притом так то вот такое вот мое мнение про наш соцсети хотя я еще раз говорю что яндекс для меня он довольно таки удобный поисковиком я пользуюсь как таковую яндекс но вот техподдержку вот именно вот это наверно как-то наш вот этот менталитет что ли вот этот такой вот русский тебе 46 лет а зачем она тебе мол что ты жалуешься на строчка такая читается что ты жалуешься проблемы она только у тебя одна вот было бы она у всех а ты пожалуйста вот это да вот это правильно а так вот ну чё ты один сюда приперся такой так не в одном практически зарубежных сайтов я такого не встречал вконтакте это вообще мусор там будет этих поддержка это все они работают но также вот так вот спасибо что досмотреть это видео